Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Спросят мнение каждого. В Самаре проводят поквартирный опрос жителей домов на Шверника по вопросу благоустройства двора. К первому снегопаду подошли во всеоружие, как город привозили в порядок после обильных осадков. Новые клавишные, духовые и струнные для юных виртуозов. В музыкальную школу имени Кабалевского закупили инструменты благодаря нацпроекту «Культура». Узнать мнение каждого. В Самаре проводят поквартирные опросы жителей домов на улице Шверника. Напомню, здесь хотят построить современный детский сад и благоустроить территорию, оборудовать во дворе спортивные площадки, парковки для автомобилей, обновить освещение, пешеходные дорожки, установить лавочки и малые архитектурные формы. Вся подробности в репортаже Анатолия Головко. В Самаре стартовал поквартирный опрос жителей домов по улице Шверника и Новосадовой. Во дворе планируют возвести современный детский сад на 132 места, 60 из которых будут ясельными. В этом микрорайоне существуют большие очереди в дошкольные учреждения. Строительство здания позволит сократить ожидания для зачисления. Детский сад на улице Шверника хотели построить еще в 80-х годах. Реализовать амбициозный проект вовремя не удалось. Представители городских властей и волонтеры опрашивали жителей домов на улице Шверника. Мнения разделились. Строительство детского сада займет всю территорию нашего двора и нашим детям уже не будет места для прогулок, для их игр в футбол, ну и для вообще привычного времяпривождения, которое здесь уже годами сложилось. Добрый день. Добрый день. Социальный опрос. Это вы по поводу строительства? Так точно. Мы против. Хорошо. А вы можете свое мнение высказать на бумаге? Нет, на бумаге нет. Конечно, если вы решите вопрос как бы там с площадкой для машины, если выиграть в окно, там, ну, машина 120 стоит, куда они денутся? Куда они могут деться? В проекте предусмотрены парковки на 119 парковых мест по территории вокруг детского сада. Жители дома по Новосадовой 220Б практически единодушно поддержали инициативу по строительству детского сада и благоустройству двора. Детям надо ходить в садик, поскольку мы вот, у меня двое детей, я тоже, мы со страхом ждали, попадем мы в садик или нет. Поэтому это социальное такое значимое мероприятие, я считаю, это нужно всем. Городская земля, она должна быть использована очень грамотно. То, что сейчас там есть, ну, как бы ее можно использовать эффективнее. Просто стоянки и просто гуляние там по кустам, это ненормально. То, что там есть вот внизу, все это устарело, нужно обновить, нужно сделать нормальное покрытие, потому что пойти здесь некуда. Конечно, за. Только за. Это все делается ради наших детей, ради нашего будущего, дети наши будущие. До этого в городской администрации уже проходили встречи с представителями инициативной группы, жителями окрестных домов. В диалоге участвовали глава Самары Елена Лапушкина, активисты Общероссийского народного фронта и представители профильных департаментов. Стороны договорились разработать проект благоустройства двора с учетом строительства детского сада, провести по квартирной опрос и узнать мнение каждого. Проект разработали с учетом пожеланий жителей. Они предложили обустроить во дворе детские и спортивные площадки, добавить парковочные места, сделать дополнительный проезд, обновить пешеходные дорожки, лавочки и освещение. Сейчас волонтеры и представители городских властей продолжают опрашивать тех жителей, которые еще не высказали свою позицию. При принятии решения мнения и пожелания каждого будут учтены. Анатолий Головко, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 237 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 20 тысяч 875. Выздоровели за последние сутки 179 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 18 тысяч 795 пациентов. Эпид-обстановку обсудили на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сколько жителей сегодня лечатся на дому и насколько превышен порог заболеваемости по ОРВИ и гриппу, расскажем в следующем сюжете. Впервые за несколько недель в Самарской области зафиксировали снижение заболеваемости вне больничной пневмонии и ОРВИ. Однако в целом эпид-порог по острым респираторно-вирусным инфекциям и гриппу в регионе превышает норму почти на 34,5%. Заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему высокая. Только с начала осени в Самарской области зафиксировали более 12 тысяч случаев заражения COVID-19. Об этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила на еженедельном заседании областного оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима и других требований безопасности будут продолжаться. Конечно же в первую очередь рассчитываем на сознательность людей, на то, что они будут эти правила исполнять. А также мы должны продолжать контроль за соблюдением работодателями, предпринимателями этих мер и наказывать виновных. Мы это обсуждаем на каждом штабе. Не хотелось бы предпринимать меры, которые влияют негативно на деловой климат. Число пациентов в стационарах сохраняется прежним, а вот количество амбулаторных пациентов растет. Сейчас на дому лечится порядка 16 тысяч человек. Об этом рассказал на заседании министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. В больницах занято более 5,5 тысяч коек, свободно 1049. На очереди находятся еще около 360 колек и соответственно их введение в работу будет осуществляться при снижении показателя истинного свободного коечного фонда. По поручению губернатора Дмитрия Азарова амбулаторных пациентов обеспечивают лекарствами. Медикаменты получили 3300 человек. Число диспетчеров скорой помощи увеличили. Для мобильных бригад муниципалитеты выделили 131 машину, однако для Самары необходимы еще 70. Председатель правительства Виктор Кудряшов распорядился найти ресурсы. На базе клиник медуниверситета создан центр телемедицины. Профессора-преподаватели помогают тем, кто лечится дома, а также консультируют по тяжелым случаям, когда требуется госпитализация. Светлана Кудрявцева, События. Легкое дыхание. В санатории Можайский на службе у специалистов появилось новое оборудование – изобретение самарских ученых. О новом слове в восстановлении переболевших коронавирусом расскажет Виктория Шаре. Раз, два, три, четыре. Новое дыхательное оборудование получил санаторий Можайский для лечения пациентов, переболевших коронавирусом. Он называется «Универсал-11». Его изобрели самарские ученые. По словам врачей, пациенты замечают эффект от его использования после третьей-четвертой процедуры. Всего же нужно пройти 10 сеансов, после чего препарат, а используется он только индивидуально, можно забрать домой и там продолжить восстановление. Задача – вернуть функцию дыхательной системы в прежнее состояние. У этого тренажера форсируется и тренируется как вдох, так и выдох. Мы можем оказывать воздействие. Но у пациентов после перенесенной коронавирусной пневмонии очень аккуратнее нужно быть именно с функцией выдоха, с фазой выдоха. Поэтому на более раннем этапе мы тренируем только функцию вдоха, а выдох происходит ламинарно в спокойном состоянии. После того, как человек переболел коронавирусом, у него нарушаются функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Чтобы понять, достигает ли эффекты лечение с помощью нового препарата, медики используют оценочные шкалы. Сравнивают показатели до, после и во время проведения сеансов. После таких тренировок сатурация у пациентов, у которых было 96%, нормализуется до 98-99%. Полтора минуты отдыхают и замок повторяем упражнения. В санатории Можайский создано 120 мест для лечения пациентов, переболевших коронавирусом. Здесь они проходят восстановление в течение двух недель. Всего в санаториях региона подготовлено 485 коек для долечивания больных с COVID-19. Помимо Можайского, пациентов принимают санатории имени Чкалова, Волга и Сергиевские минеральные воды. Виктория Шарая, События. Бюджет Самарской области приняли в первом чтении. Доходы в следующем году запланированы в размере 142 миллиардов рублей. Расходы ориентировочно составят 149 миллиардов. Почти 68% из них направят на социальную сферу. Две трети областного бюджета пойдут на здравоохранение, образование, социальную политику, спорт, культуру и поддержку социально незащищенных слоев населения, семей с детьми и ветеранов. Проект областного бюджета пока сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета. Проект бюджета сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Коллеги, в трудной ситуации мы людей не бросаем. По-самарски именно так. Не кидать, а поддерживать людей в самой сложной ситуации. Не лишать их выплат, к которым они привыкли и на которых рассчитывают, а возвращать и увеличивать. Все социальные пособия, они сохранены. И они составляют на сегодняшний день 102, примерно, почти 103 миллиарда рублей. Это очень хороший показатель, очень хороший показатель. Вот дефицит бюджета есть, мы его закладываем уже с дефицитом примерно 7-8 миллиардов рублей. Но мы, правда, не учитываем, дорогие друзья, поступление федеральных средств. Сейчас начнется основная работа. В Самаре выпал первый снег, но он не стал сюрпризом для городских служб благоустройства. Уже ночью на очистку улиц, парков, набережной и дворов вышли три сотни рабочих и больше ста единиц техники, муниципальных предприятий, подрядчиков и управляющих организаций. К утру на полигоны вывезли 24 тонны снега. По поручению городских властей работы по расчистке усилены. Как ведется борьба со снегом на дорогах и тротуарах, увидели наши корреспонденты. Для самарских служб благоустройства зима в этом году не стала очередным сюрпризом. Они встретили ее во всеоружии. Трактора, грузовики, спецтехника, лопаты в помощь. Местный гидрометцентр заранее предупредил коммунальщиков о предстоящих осадках и дал точный прогноз погоды на эту неделю. До среды ожидается продолжение снегопада. К концу недели возможно его возобновление. Поэтому на еженедельном совещании по вопросам ЖКХ первый замглавы Самары Владимира Василенко попросил подчиненных не терять время даром и ответственно отнестись к работе по уборке главных магистралей, путепроводов, второстепенных дорог, дворов, подъездов к контейнерным площадкам, остановок и тротуаров. Докладывайте так и по уборке снега. Понятно, да? Вот сегодня как сработали в день с итогом ночи и какая задача будет стоять на завтрашнюю ночь. По части уборки и районы, начиная будет со вторника на среду и по уличной дорожной сети. Ночью уборка снега в городе велась стахановскими темпами. Улицы Вилоновскую, Молдогвардейскую, Самарскую и Волжский проспект сначала очистили от снега автопоездом из пяти машин со скрипками. Затем освободили от снега приладковую территорию в зоне парковок. Особое внимание уделили ливневой канализации. Семь полигонов приняли первую в этом сезоне партию снега – 24 тонны. Работа производится круглосуточно. Как только начался снег, сразу приступили к работам. Сейчас работает дневная смена по расчистке с центральных дорог. То есть основной упор мы делаем на дороге, где проходит общественный транспорт. Ежедневно городские власти контролируют не только объем выполненных работ, но и качество уборки снега. Предприятия были готовы. Ночь у нас непосредственно на уборке дорог работала 131 единица техники. В основном это плыжно-щеточные мощи, на щетке. Проводилась обработка по разжи части антигалоледными материалами. С наступлением утра ночная смена у нас продолжалась. Счетовый снегопад под утро не заканчивался. Была продлена до 10 часов утра. То есть ночники работали по дорогам. С 6 утра дополнительно вышли предприятия, обслуживающие общественное пространство, спецредостроитель инкоз, набережные, парки Самары на уборке своих подведомственных территорий. Днем Самару от снега очищали почти две сотни единиц техники и три сотни рабочих. Спецмашины с реагентами круглосуточно дежурят и в любой момент готовы выехать на любой участок дороги с гололедом для его ликвидации. Дорожные службы надеются на сознательность автолюбителей и просят не загромождать обочины дорог и не препятствовать уборке и вывозу снега на полигоны. По городу у остановок общественного транспорта, у крутых спусков и подъемов расставлены 75 контейнеров с песком. В предстоящую ночь темпы и объемы работ останутся на высоком уровне. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Самарская музыкальная школа имени Дмитрия Кабалевского зазвучит по-новому. Учебное заведение получило музыкальные инструменты. Сегодня новые аккордеоны, виолончели, кларнеты показали главе Самары Елене Лапушкиной. Инструменты приобрели на средства национального проекта «Культура». Кроме того, школа получила нотные сборники, учебные пособия и мебель. А скоро капитально отремонтируют и само здание школы. В чистоте звучания новых инструментов убедился Олег Зверев. Авторское произведение ученика – лучшая награда для учителя. Сегодня Тимофей исполняет свою пьесу на новом баяне. Инструменты только что с заводского конвейера поступили в детскую музыкальную школу имени Дмитрия Кабалевского. Учебное заведение, известное далеко за пределами Самарского региона, скоро зазвучит по-новому. Здесь также есть выборная клавиатура, которая дублирует вот это. То есть, если готовый есть, то он создает уже готовый аккорд. Бас и аккорд. Раньше мы играли. А если есть выбранная клавиатура, то она дублирует правую клавиатуру. Тоже можно спокойно играть уже фортепианное произведение, классику, что, собственно, мы и делаем. Традиции системы Кабалевского отвечают самым высоким требованиям обучения. Многие музыканты гордятся тем, что прошли именно эту школу. Но у «Фабрики звезд» тоже необходимо обновление. Об этом сегодня преподаватели говорили с главой Самары Еленой Лапушкиной. 35 духовых, струнных, клавишных инструментов приобретены для школы на средства национального проекта «Культура». Дуэт виолончелистов, преподаватель и ученица. Новые инструменты свои для каждого возраста. Подборка позволяет пройти полный курс обучения от первых шагов в мир музыки до выпускного класса. Вот такой инструмент, одна четвертая, подходит для учащихся от 6-7 лет до примерно 8 лет. Вот инструмент, на котором занимается сейчас моя ученица, половиночка, одна вторая. Она подходит для учащихся средних классов в возрасте от 8-9 лет, в зависимости от роста ребенка. Ну, лет до 10-11, может быть, до 12. Чистейшие тона дает новые пианино. Флейты и кларнеты позволяют обновить духовой оркестр. На 180 томов пополнилась нотная библиотека. На 850 – учебный книжный фонд. Концертный зал тоже стал выглядеть более представительно. Мебель тоже производит впечатление. Новые бархатные стулья создают атмосферу солидного концертного зала. А скоро интерьер здесь изменится радикально. В здании школы будет проведен капитальный ремонт. Детали будущего ремонта обсуждаются с представителем проектной организации. Главе города показывают свеженький акт положительного заключения государственной экспертизы, датированный 18 ноября. Школа с мировым именем должна и выглядеть соответственно, и по комфорту отвечать самым высоким стандартам. В здании важно сохранить уникальную акустику, а вот проблемы с кровлей должны остаться в прошлом. Стропильные конструкции меняются. И делается и снегозадержание, и обогревающий кабель, и наружный водосток. Все, чтобы избежать пандусы. Конечно, для обеспечения доступа к маломобильным гражданам сделаны пандусы. Проект предусматривает также новые технологические решения, обновление интерьера и фасада, замену систем отопления, электрооборудования, водоснабжения, канализации, модернизацию противопожарного оснащения. То, что дети получают удовольствие от занятий музыкой, от занятий на новых инструментах музыкой, конечно, это радует. И я надеюсь, что это только первые шаги, что школа будет у нас в дальнейшем развиваться, будут получать новые инструменты, будут ремонтироваться. Прекрасное здание с богатой историей. Хочется не только приобретать инструменты, но действительно отремонтировать помещение, чтобы здесь было не просто дружно, но еще и очень уютно. В этом году в национальный проект «Культура» вошли четыре самарские музыкальные школы. Приобретено инструментов, мебели, литературы и учебного оборудования в общей сложности на 23 миллиона рублей. Олег Зверев, Константин Головин. События. Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии в следующем году на 6,3%. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15%. Но это касается состоятельных граждан, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Порядка 35 кредитных организаций, или 9% от общего количества банков, могут лишиться лицензии в течение года. Обо всем подробнее расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. По данным Центробанка, на 24 ноября курс доллара составил 75 рублей 76 копеек, евро – 89 рублей 93 копейки. Мировые цены на нефть растут во вторник, 24 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,05%, составив 43 доллара 51 цент за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 0,93%, до 46 долларов 49 центов за баррель. Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии в следующем году на 6,3%. Повышение почти в полтора раза превысит инфляцию и в среднем составит 1 тысячу рублей. По действующему законодательству, индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин подчеркнул, что как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы. Отметим, что в России повышают пенсии только неработающим пенсионерам. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с января 2016 года. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15%. Это касается состоятельных граждан, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Повышение коснется периодических и активных доходов, которые связаны с трудовой деятельностью непосредственно. Однако мера не будет распространяться на средства, вырученные с продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг. Также исключение составит выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения, которые по-прежнему будут облагаться по ставке 13%. Разработчики закона предполагают, что эти меры принесут бюджету 190 миллиардов рублей в ближайшие три года. Их планируют направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Порядка 35 кредитных организаций, или 9% от общего количества банков, могут лишиться лицензии в течение года. В зоне риска находятся средние и малые московские банки и узкоспециализированные игроки. Как поясняют эксперты, агентство почти 26% банков было убыточно за последний год. В октябре-ноябре 2020 года лицензии отозвали сразу у пяти кредитных организаций. Но из-за пандемии Центробанк сократил регуляторную активность. Однако улучшение среднего по банковскому сектору кредитного качества или хотя бы точечного повышения устойчивости не ожидается. А восстановление до кризисного уровня займет не менее года. Мелкие игроки будут присоединяться к крупным. И этот процесс совсем не обязательно будет сопровождаться дефолтами и проблемами для клиентов. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самарском академическом театре оперы и балета на большой сцене прошла первая репетиция спектакля «Любовный напиток». Его премьера состоится в пятницу. А пока проходят последние приготовления. О них расскажет Елена Малютина. На сцене артисты пока в повседневной одежде. Но скоро спектакль заиграет новыми красками. Декорации и костюмы уже готовы. Осталось наладить только свет. Спектакль «Любовный напиток» для Давида Погосяна дебютный. Он исполняет одну из главных партий. Роль влюбленного греческого героя, социофоба Немарина. Чтобы передать дух оригинала, все арии в постановке Марины Шапкиной будут звучать на итальянском языке. Давид Погосян признается, что петь на родном языке опер несложно. В консерватории он изучал итальянский язык. А вот синтез актерского мастерства и вокальное умение быстро перестраиваться не всегда дается легко. «Поначалу было непривычно, что мы переходим на речитативы на русском языке. Но уже все заучено, и в принципе уже даже об этом я не задумываюсь. Ну, конечно, немного непривычно, потому что мы первый раз вышли на сцену, и пространство другое. Нужно немножко привыкнуть к тому расположению предмета, куда переходить. Но я думаю, что буквально одна-две репетиции, и все будет достаточно удобно». «Это очень глубокая история, она современная. Она никогда не умирает, фабула этой истории никогда не умирает. То есть не Морино у нас человек, немного отрешенный от материального мира. Такие люди есть, и они были всегда и будут всегда. То есть он, вот у меня в связи с ним, и у художника Елены Васильевны Соловьевой, возник образ Чарли Чаплина. Он будет слегка похожим внешней характерностью, костюмом». В спектакле нет партии второго плана. Все события будут разворачиваться в небольшой гостинице, в которой живут пять разнохарактерных героев. Музыка была создана без малого два века назад итальянским композитором Гайтана Гденицетти. С тех пор опера стала одной из самых популярных в истории. Спектакль на сцене Самарского академического театра оперы и балета в последний раз исполняли в 2001 году. После большого перерыва он выйдет в новом формате – семистейдж. Он совмещает черты оперы и спектакля. Оркестр разместят на сцене для соблюдения социальной дистанции. Дирижер-постановщик Алексей Ньяга. Музыка сама по себе очень искрометная, очень в каком-то смысле даже непринужденная, легкая. Но это ощущение обманчиво в каком плане? Исполнять ее по-настоящему интересно, по-настоящему вкусно, если можно так сказать, на самом деле очень тяжело, потому что она, конечно, изобилует очень виртуозными, очень мастерски и сложно написанными партиями. Не только, кстати, в оркестре, главным образом, конечно, в вокальных партиях. Премьера спектакля состоится в пятницу, 27 ноября. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова